Привет всем! Сегодня я покажу вам, как сделать бутон пиончика из зефирного фоамирана. Зефирный фоамиран отличается от обычного иранского фоамирана тем, что он гораздо пышнее, гораздо легче, пористее. Он очень хорошо растягивается. А при нагревании можно даже сплавить одну часть с другой, если вы будете нагревать утюгом, а потом эти две части соединять. Сегодня у нас будет фоамиран ручной сборки, то есть без применения утюга нужны будут только наши ручки. Кроме фоамирана нам потребуются шаблоны цветка. Ссылочку на шаблоны я дам под этим видео, вы найдете, чтобы скачать. И можно было распечатать в нужном размере, в том, какой он есть. Нужны будут тычинки для серединочки. Вот у нас серединка с тычинками. Тычинка. Тычинки. Герберная проволока толстенькая для стебля, если захотите сделать стебель. Также, возможно, нам понадобится сухая пастель для тонировки лепестков. Зубочистка для перевода выкройки на фоамиран и ножницы. Итак, приступаем. Все шаблончики у меня подписаны. Вот, например, пион первая. Это, значит, серединка пиона. Первые лепесточки, самые первые лепесточки. Если не написано, так, больше здесь ничего не написано, второй, а вот третий, четвертый будут одинаковые. По одному шаблону вырезаться, так и будет подписано пион, 3,4. Ну и так далее. Я покажу, как перевести шаблончик на фоамиран. Сделаем с вами один шаблон таким образом. Вырежем. Так, помечаем серединку. И буквально очень быстро, зубочистка, обводим контур шаблона. Все, контур мы обвели, доводим то, что у нас не довелось, вот эти вот части. Можно их сразу ножницами прорезать, можно довести. И вырезаем. Все шаблончики у нас вырезаны. Осталось теперь собрать пиончик. Вот я разложила под каждый шаблон необходимые лепестки, чтобы не спутать. Все подписано, все хорошо. Теперь осталось собрать цветочек. Но прежде чем собрать цветочек, мы с вами затонируем наши лепесточки, которые находятся в серединке. То есть это первый и второй шаблончик. Берем влажную салфеточку. Натираем. У нас очень хорошо отпечатывается пастелька. И кончики тонируем. Переворачиваем и тонируем с другой стороны. В результате они будут чуть-чуть темнее, чем остальные лепестки пиончика. Оставляем сохнуть. И то же самое проделываем с лепестком, с шаблончиком номер 2. Это очень простая выкройка для пиона. Не нужно вырезать каждый лепесток отдельно, а потом его собирать. То есть для меня это наилучший вариант шляпки пиона, потому что делается очень быстро, а выглядит довольно-таки реалистично. И теперь самое интересное. Теперь нам нужно придать форму лепесткам. То есть мы приступаем к моделированию. Смотрите, самые лепестки, которые находятся ближе всего к центру, они самые помятые. И они как бы немножечко, ну, похоже, ну, как бы придают бутончик, что ли, форму бутончика. Вот, поэтому для этого мы берем, складываем вот так вот их в кучку все. И начинаем истончать. Истончать можно прям с силой. Так, теперь попробуем отдельно каждый. Видите, какая красота уже получилась. И смотрите, переход цвета уже заметен от темного к светлому. То есть мы добились эффекта того, что у нас серединки будут потемнее в серединке. Так, прям хорошо-хорошо скручивайте. Истончать, чтобы они прям были тоненькие-тоненькие. Вы заметите, насколько у вас изменится толщина фоамирана. С шаблончиком номер два проделываем такие же действия, но не растираем его полностью. А собираем в кучку только вот верхушечку лепестка. И хорошенько скручиваем. Истончаем прям сильно-сильно истончаем. После того, как вы истончили все кончики лепесточков, придаем форму лепесточка вот такую. Двумя пальчиками накладываем и раздвигаем. Он очень хорошо тянется. Все. Шаблончик номер два у нас готов. А вот третью и последующую части цветочка мы будем формировать немножечко по-другому. Нам нужно будет с вами собирать лепесточки таким образом, чтобы они собирались у нас вот от этого краешка, серединка и до этого краешка. То есть, вот отсюда и досюда полностью собрано. То есть, мы берем и начинаем собирать гармошечку. Гармошечку собираем, собираем, собираем. И только теперь ее растираем. Растираем хорошо-хорошо. Так. А потом раздвигаем. Теперь снова собираем гармошечку. Так. Видите, как он тянется? Он очень хорошо тянется. Наши лепесточки получаются очень нежные, вот такие вот, истонченные, очень красивые. Вот это у нас получается третья часть уже готова. Четвертая будет точно такая же. И все оставшиеся лепесточки мы с вами обрабатываем таким же образом. И потом приступаем к сборке. Не забываем складывать их по порядку. Такая стопочка заготовок у нас уже получилась. Смотрите, какие они красивые, с какими замечательными лепесточками. И вот десятая, последняя заготовка, которая будет у нас внизу самого цветочка, она делается немножечко, ну, с другим, как бы, нюансом. То есть мы также собираем кончики, скручиваем их и делаем хорошенькое такое углубление двумя пальцами. Следующее тоже самое. И хорошее углубление. И так каждый лепесточек. Здесь даже больше нужны не вот эти не скруточки, а именно углубления. Именно они нам нужны. Теперь приступаем к сборке цветка. Собираем тычинки в кучечку. Перетягиваем проволоку, чтобы нам их перетащить в дырочку. Просовываем в дырочку проволоку и перетаскиваем наши тычинки. Вот таким образом. Теперь нам нужно их подклеить. Капаем клея конкретненько. Вот таким образом приклеиваем самый первый ярус лепесточков. То есть тычинки, они у нас видны. Со вторым ярусом поступаем точно так же. Но приклеиваем уже его вот к этим частям. То есть мы сначала протаскиваем. Капаем у основания. И прикладываем наши лепесточки. Второй ярус должен получиться более открытый, чем первый. Клея не должно быть нигде видно. То есть смотрите. Клей от клеевого пистолета вы уже не уберете, если он попал на фоамиран. Поэтому клейте очень аккуратно. Так. Третий ярус лепесточков мы будем приклеивать у основания. И чуть-чуть прижимать каждый лепесточек к серединке. Для того, чтобы он у нас как бы создавал форму цветка. Потому что если мы просто вот так приклеим, видите, у нас будет оттопырено. Четвертый ярус лепесточков клеим точно так же. И стараемся, чтобы лепестки последующего ряда становились у нас между лепестками предыдущего ряда. То есть располагаем так, как нам надо. И смотрите. Вот этот ярус нам уже практически не нужно подклеивать к серединке. Он у нас уже встал хорошо. Поэтому мы подклеим его только у основания. Теперь можно даже клеить вот таким образом. Держим цветочек вот таким образом. Это даже легче получается. Потому что мы видим направление лепестков. Следующий ряд. Шестой, седьмой, восьмой пойдет. То же самое. Стараемся располагать между лепестками предыдущего ряда. Подклеиваем у серединки. Этого уже достаточно. Это позволяет потом лепесткам быть раскрытыми. В принципе, если вы хотите делать маленький пиончик, вот этого, наверное, уже может быть даже будет и достаточно. Но поскольку у меня заявлен огромный пион, я продолжаю. Если вы делаете пиончик на стебле, то вместо вот такой маленькой, тоненькой проволоки, вам нужно было взять толстую герберную проволоку, также загнуть петельку, продеть с помощью нее тычинки и на ней и оставить. Тогда бы у вас была здесь толстая герберная проволока, которую вы бы потом обмотали тейп-лентой, приклеили к ней листики, может быть даже еще бутоны дополнительные. Но поскольку у меня сегодня шляпка пиона, я хочу использовать его в композицию, поэтому мне длинный стебель не нужен, я его не делаю. У нас осталась последняя, десятая часть. Мы ее клеим не таким образом, то есть видите, у нас направление выгнутости вот такое, а наоборот. То есть она как бы наружу будут смотреть вот эти лепесточки. Сейчас я одену, покажу. Вот таким образом. То есть вот этот последний ряд у нас лепесточки будут смотреть наружу. Вот такой пион у нас получился. Если вы хотите добиться вот такого же эффекта, как вот на этом цветке, то есть краешки лепестков, у меня затонированы немножечко более темной краской, чем основные лепестки, поэтому я взяла акриловую красочку, немного, очень немного краски на зубочистке, аккуратненько, аккуратненько вот такими движениями подкрасила. И получается вот такой эффект, как вы видите на этом пионе. Вот посмотрите, два пиона сделаны по одной и той же выигройке, но они получились абсолютно разные. У этого более открытая серединка. У этого я серединку побольше спрятала, но он такой более загадочный получился. Хотя в принципе ее можно приоткрыть при желании. Такие вот пионочки у нас получились. Надеюсь, вам понравились. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока! Продолжение следует...